итак всем привет с вами игорь диаморф и сегодня у нас внеочередной подкаст по сути уже какого-то там номера он достиг 20 то и больше в принципе не суть важно суть в том что я хотел всех своих друзей да то есть подписчиков которые меня на канале их уже более 7000 поздравить потому что недавно мы перешли за черту 7000 и это одно из самых таких положительных событий второе менее положительное событие принципе так как у нас основной канал на ю тубе то менее положительным событием стало то что у нас стало в группе 3000 подписчиков конечно чистых подписчиков я могу точно сказать там где-то тысячу может даже больше 1500 может быть вот но тем не менее люди вступают в группу и это говорит о том что все таки есть заинтересованность да и принципе подписывать подписываться на мой канал на ю тубе принципе есть какая-то заинтересованность кому-то нравится мои ролики кому-то не нравится но естественно будут всегда люди как те которые мы не нравятся мои ролики от этого никуда не уйти хочу сказать всем спасибо огромное то что помогли мне достичь такой цифры 7000 честно говоря я бы никогда не мог подумать что именно в этом году я достигну такой огромной цифры когда я работал летом на море и мой канал в основном пустовал дело в том что я весной же залил ролики на youtube и внес в и их как запланированное потому что ну еще за снял давным-давно и внес как запланированное честно вариант летом именно были волны комментов волны подписок конечно же и принципе это конечно же меня радовало когда действительно с мобильника сидишь и смотришь что твой канал потихоньку растет это естественно приносит тебя какую-никакую радость вот естественно я сейчас вот только сейчас задумался о том что вопрос по поводу денег да то что ну есть такая тема люди говорят что некоторые ютуберы делают видео за деньги в принципе ну как бы за деньги сказать я остаюсь преданным своему делу и если бы даже вот выходили какие-то новые игры я бы стал проходить их естественно это было за деньги а я как бы прохожу игры которые мне интересны и принципе не позволяю своих роликах материться если в доте где-то я могу там как сказать вам взбеситься там обозлиться на кого-то и погнать матов матом то роликах по финал фэнтези присутствует тихая своеобразная атмосфера скажем так где я вообще можно сказать из-за все 30 130 серий по моему сколько их там не проговорил ни разу мата вот поэтому принципе еще зависит того какой коллектив знаете вот если в скайпе у нас будут ну точнее у меня скайпе будут такие люди которые по сути будут в основном материться да там вести себя неадекватно то и естественно я буду вести себя также я буду как-то подражать и по крайней мере я буду стараться делать ролик как бы что ли поярче повеселее что ли но я думаю она того не стоит если принципе человек не материться и зачем ему это вот и что я хочу сказать то что тоже мы прошли batman arcam origins я даже забыл что я проходил честно говоря подзабыл честно говоря игра похожа на аддон и честно говоря даже так удивился что я быстро их прошел очень быстро я думал еще где-то затянется на много времени по сути прошел быстро по поводу игры ничего нового там особо такого прям сногсшибательного я не увидел в этой части по крайней мере мне кажется что batman окам сити было получше по крайней мере кстати вот эта камера которая сейчас снимают еще в 70 пик качество вы можете смотреть она конечно как-то фигово снимает видно зернистость несмотря на то что включены две лампы ну не знаю принципе может со временем я под накоплю денег и принципе буду уже на камеру снимать свои подкасты ну естественно если кому-то это будет интересно потому что я посмотрел подкаст который был до этого и там я говорил о миллион просмотров на канале и 6000 или 5000 подписчиков у меня тогда было я честно я уже не помню вот там принципе что там почти дизлайков не стояло там было 60 лайков или что такое в принципе не суть важно важно то что есть люди которые нравится моя деятельность и я буду ее продолжать несмотря на то что пишет там на ю тубе в комментариях конечно сейчас комментариев поубавилось так как новая вот эта система ютубовская google плюс привязали к ю тубу это вообще ужас это ужасно то есть чтобы там написать комментарий нужно авторизироваться ну это вообще мне лень лично это делать хотя принципе по моему авторизировался я могу отвечать на ваши комментарии под видео вы не переживайте я их непосредственно все читаю до этого я говорил что я в принципе читаю ну захожу в видео обязательно те которые там собирает большинство дизлайков но хочу сказать что я ну почти во все все видео читая комментарии потому что в принципе в свободное время я захожу с телефона и читая комментарии там просто мне этого ничего не стоит чтобы уделить внимание своим подписчикам скажем так вот и что еще хочу сказать то что уже конечно игр с подписчиками будет поменьше потому что нужно делать гайды да и нужно делать гайды с такими нормальными людьми у которых там ну как как сказать о нормальной все нормальные люди просто бывают у всех там тупняки знаете просто ли нужны люди у которых там много побед и все сколько 400 или 500 вот это люди которые в принципе будут сниматься в гайдах да ну в принципе если эта идея даже прогорит то ладно буду в пабе гайды снимать мне в принципе все равно просто вероятность того что я буду с опытными людьми играть же да у которых там 500 побед как никак они провели в доте много своего времени скажу что ну это намного лучше чем с какими-то людьми которые там очень непонятно у кого-то может там 100 побед быть у кого-то 50 у кого-то 200 то есть вот так вот вот хочу сказать то что обновлением доты крайне немного подрастроился потому что там в основном что меня там интересовало там этот пудж вот пуджа изменили короче там не только как бы хуй не только как бы этот блинг да то есть ему нужно покупать ему нужно еще этот по моему еще что-то там ну короче интерфейс тоже поменяли пуджа но интерфейс в принципе не главное вот так что вот такие дела финал фэнтези по-прежнему проходим только уже я прохожу по прохождению на сайте смотрю как там пишут как нужно проходить какого эспера найти как его найти все досконально пишут на русском языке вот и я вот лично для себя в первый раз победил эспера который был на будис на бреусу там где два босса фьюри и этот еще какой-то такой большой но в принципе не суть важно открывая для себя что-то новое так как тогда когда я играл финал фэнтези у меня не было интернета и короче я все сам догадывался вот естественно хотелось бы финал фэнтези пройти на сто процентов но я не думаю что это будет скоро возможно еще где-то на полгода затянется а кстати по поводу того как в ролики выходят у меня да то есть бывало время когда у меня вообще там видео раз в день было раз в три дня ну это прежде всего как бы связано с моим личным временем естественно то есть у меня там сказать я не успеваю честно говоря даже за компом толка посидеть вот но скажу то что уже вот декабре у нас короче сессия короче с половины декабря и декабрь январь вот декабрь январь и по моему еще пол февраля у меня будет куча свободного времени можно сказать ну не куча прям свободного времени но будет по попроще вот и я буду уже действительно браться серьезно за прохождение вот мы еще call of duty проходим modern warfare 4 вот и естественно мы ее будем то я думаю вот мы пройдем скоро ее там принципе немного осталось на высоком уровне сложности мне действительно впирать не играть перепроходить я ищи так и и честно говоря много раз перепроходил и мне эта игра очень нравится ну как бы сама серия call of duty не очень а вот именно четвертая часть очень мне нравится есть такие еще мысли в голове чтобы вернуться в гарену и короче поиграть в доту первую там вспомнить былое но не знаю это тоже опять же таки в декабре вот эти все мысли может осуществляться я наконец пройду как сказать call of duty call of duty в принципе быстро пройду уже скоро а этот самый финал фэнтези надо много короче еще проходить и нужно в основном уделять время прокачки героев конечно же надо прокачиваться без этого никуда и короче естественно гайды гайды сейчас у меня новая тема появилась я не знаю кто там на ю тубе может делает такие темы или я не знаю просто вот мнение да я героях там как бы я рассказываю свое мнение о героях также рассказываю о скиллах действительно некоторым как бы это не нравится там вот есть видео по моему меня про алхимика где я короче как то ну все таки большинство людей не понравилось потому что я неправильно сказал скиллбилд да вот в принципе не суть важна вот то ну факт то что мнение обзор героя это как бы почти гайд но это не совсем гайд ну это тупо ну как бы сказать игра героям такая более менее а еще хочу сказать то что это игры которые я проиграл они не будут заливаться на youtube да и хочу чтоб вот это сообщение именно вот услышали мои подписчики то что в основном подписчики которые мне пишут они играют ради того чтоб я запостил так скажем видео на youtube но я скажу что этого не будет если вы вообще не будет будете ни о чем да то есть мне вообще нет смысла тогда выкладывать вот поэтому мои пожелания это что вы не зацикливались на этом и играли хорошо это все равно что я буду делать ролик за деньги и выкладывать на youtube им принципе это добру не приведет то есть ролики в итоге будут какие то но пустые бессмысленные вообще потеряет весь смысл вот поэтому я уже не буду проигрышные свои игры выкладывать на youtube потому что смысла нету вот потому что есть люди которые некоторые люди еще выкладывают гайды они гайдят героя там у них счет донные вообще они проиграют еще со своей командой не ну то понятно что команда она как бы должна там разруливать но я должен сказать что ну должны придерживаться того стандартно что гайды должны быть в идеале если ты гадишь героя ты должен бы им показать игру и вытащить и своей командой нормально сыграться вот так что такие дела уже подкаст идет 15 минут в принципе немного задержался вот по поводу кстати вещей доты 2 как-то люди уже не пишут вообще когда я вот у меня не было возможности раздавать вещи люди писали это еще в августе было как я разблокировался как мне уже можно было было ну то есть и сейчас есть эта возможность раздавать вещи обмениваться вещами в стиме раздавать их никто не пишет у меня конкурс на видео на ютубе есть на моем канале где я раздаю ну точнее да раздаю вещи отдаю вам вещи за подписку вот в последнее время никто не пишет ну в смысле не пишет никто по поводу вот этих вещей поэтому тем кому я не дал вещи пишите естественно говорите свой номер говорите ник на ютубе я проверю и отдам вам вещь вот ну в принципе все по поводу вот наболевшего что ли по поводу микрофона да вы слышать можете клики мышки на роликах там и тому подобное ну в принципе я не знаю просто как с этим бороться микрофон студийный и по любому так или иначе будут клики мышки это разве что ну мышку какую-то покупать если такие есть мышки которых не слышно кликов вот так вот нажимаешь ну видите все равно слышно ну так нажимаешь чтоб оно не слышно было вот то есть я не знаю такого наверное нету а может и есть но я знаю точно что есть беззвучная клавиатура вот по поводу мышки я честно говоря не знаю вот поэтому тут без вариантов а фон немного такое может вы слышите сейчас он в принципе был есть и будет это не фон это работает компьютер микрофон ловит звук компьютера как мне посоветовали люди ну это можно короче купить звуковую карту и как бы такого шума от компании будет по-моему деньги мне кстати еще звуковую карту в принципе больше никто не кидал вот кинули вот те три человека которые я говорил давным давно вот и все в принципе мне кстати деньги так и остались они лежат и никто их не тратил никто их не трогал вот поэтому может придет время я все таки под накоплю денег куплю звуковую карту но опять же таки нету смысла потому что я сейчас смотрю у людей там которые по сути там качество видео плохое и вообще микрофон не поймешь какой у них дело в том что больше просмотров чем у меня ну в принципе не за просмотрами дела и не гонюсь за ними но факт есть фактом вот и если человек хороший хочу сказать то что то его при любых раскладах будут смотреть не ну естественно что ты если будешь прям перед микрофоном мышкой клацать никому это не понравится но тут никак не побороться и вообще я не вижу никаких вариантов для борьбы с этим вот все что им нужно было я сделал то есть стойку вот эту сделал сам своими руками у меня на это нашло где-то неделю или даже меньше у меня тут бардак весь в комнате был то есть я ходил на базар за сеткой то есть это это блин ну просто жесть это очень геморно ладно всем удачного дня пока пока подписывайтесь ставьте лайки пока пока пока